Как увеличить заготовку и бороться с черными лесорубами? Об этом сегодня говорили на национальном лесном форуме. В нем приняли участие около 500 специалистов. В Тюменской области есть чем поделиться. Это положительный опыт в создании копарков и подготовка специалистов. Все подробности у Екатерины Кальченко. Лес в Тюменской области занимает больше 70% от всей территории региона. Его смело можно назвать третьим богатством после нефтегаза. Но вот как сделать так, чтобы древесина приносила еще больший доход без ущерба экологии? Вопрос один из самых важных на сегодняшний день. И решали его на национальном форуме. Первые лица региона, депутаты Госдумы, лесники и бизнесмены для этого собрались в Тюмени. Задача найти способы, которые позволят увеличить заготовки. Пока ежегодно в регионе осваивают чуть больше миллиона кубометров леса. При том, что допустимо заготавливать до 16 миллионов. Но делать это не позволяют ряд причин. Например, труднодоступность территорий и сезонность. Используя весь инструментарий, я имею в виду налоговых, льгот, финансовой и имущественной поддержки, мы ведем переговоры и стимулируем потенциальных инвесторов для того, чтобы создавать производство не только вокруг Тюмени и рядом с Тюменью, но и идти в Тобольские, Вагайские и Ивадские районы. И несколько проектов уже сегодня находятся в хорошей стадии проработки. Назрели и другие вопросы. Кто будет управлять лесом? Регион или федерация? Кто займется торгами? И какие изменения коснутся обычных россиян? К сожалению, в действующей редакции лесного кодекса и в действующем лесном кодексе про людей практически ничего нет. А это очень серьезные вопросы. Использование древесины для собственных нужд. Это вопросы сбора, переработки дикоросов. Тюмень в качестве площадки для форума выбрали не случайно. Именно у нас сосредоточены несколько передовых деревообрабатывающих предприятий. Интересен гостям также опыт создания в регионе экопарков. Пример тому – Гилевская роща из-за Тюменской. Очень хотелось, чтобы такой положительный опыт был распространен на всю территорию Тюменской области, которая помимо крупного лесопромышленного региона с большим запасом лесных ресурсов, чтобы такие городские леса тоже заняли достойную нишу в развитии лесного сектора. Отметили законодатели и то, что на защиту леса от пожаров и черных лесорубов в нашем регионе уже давно выходит техника. За сезон 2018 года в Тюменской области ликвидировали 131 пожар. Во многом благодаря видеонаблюдению и дронам. Такие средства помогают выявить и незаконные рубки. Кстати, такой наш опыт планируют тиражировать и в других регионах. Готовить специалистов, которые смогут управлять современным оборудованием, поручили Тюменскому лесотехникуму. Первый набор стартовал еще в прошлом году. В прошлом году мы набирали ребят на базе 9 классов. Это был первый наш пробный набор. А в этом году мы набираем на базе 11 классов. Это будут также бюджетные места. В этом году этапы форума пройдут не только в Тюмени, но еще в пяти регионах. А итоги подведут в Москве в сентябре главная цель – изменить лесное законодательство. И, несомненно, в нем учтут лучший опыт нашего региона. Екатерина Кальченко, Евгений Доценко. Тюменское время.